всем ребята привет у меня очередной выходной естественно это выход на природу с лопатой с металлоискателем сегодня я буду копать вот в этом живописном месте своему товарищу комраду алексеев привет который постоянно говорит том ли я месте копаю или нет до сегодня я добрался до этого места говорить не буду повторяться как прошлом видео по своим причинам будем копать сегодня здесь ямки я уже новые и старые вижу так что если что-то будет обязательно покажу сейчас задобрю земляного деда и вперед прошлом видео я земляного деда задобривал конфеткой машей видно маша ему понравилось сегодня я задобрю его коровкой надеюсь она им тоже будет выше все начинаем свой коп так ребята в этой ямке которая закопал в отличие от многих которые здесь не делают ям очень много разговоренных вот нашел я вот такую пуговичку пуговицы с якорем какой период сказать не могу но судя по дизайну пуговицы советской вот такая пуговички у меня еще нет ладно сигналов много но к сожалению они все звенят как цветной а на самом деле раза ржавое железо и так ребята у меня находочка я бы не сказал что это цены но непонятная вещь вот такую вещь и нашел непонятно что это вам главное это было какая-то подвеска скорее всего на какое-нибудь животное медное вот такой вот шмурдячок у меня попался решил заснять сигналов много но все отвратительно нашел такую хреновину это для тех кто тащится по краникам от самовара и по всей вот такой вот вещь я такую вещь не тащусь но снимаю для тех кому это нравится принципе крайне красивый такой вот декоративный таких хроников я не видел все были маленькие а это прям царский нашел очередной шмурдяк вот такая вот вещь сама вот этот бряшечка медная и она вот так вот чему-то скобкой кованой крепилась естественно с другой стороны тоже самое непонятно что это наверно от повозки больше всего похоже ну факт есть факт такого лучшего копа как я занимаюсь этой деятельности у меня еще не будет это самый худший коп но без этого никак ладно еще полчасика похожу по этим местам буду возвращаться ну ребята наконец-то свершилась нашел я монету вижу что она царская вот так вот она прям сразу выпала он даже слепочек здесь он ведь как бы красивый вот по размеру и копеечки а сохран ой сохран ребята как после электролиза чистить даже не надо 1901 год охран прям суперский таких монет у меня наверно еще не было хотя не знай монеты классные все задел есть значит сейчас попрет ладно будем вот таким вот кустам между ними вот между прочим в том году я по этому месту проходил а сейчас вот выпал монеты и так ребята мне действительно реально поперло залез я вот под куст вот корни немножко раздолбил почувствовал железяку что дубану оказывается я дубану значок хотя повреждений ты нету но чувствовал так крутилки значки нет вот но факт есть факт значок у нас называется ударник соцсоревнования четвертый в общем какой-то ударник был здесь он его потерял значочек зачетный между прочим очень хороший значок ну а сейчас ребята немножко исторических фактов думаю будет интересно в истории нашей страны были не только пятилетние планы были семилетка двухлетние планы так или иначе народное хозяйство развивалось по плановому образцу догнать и перегнать 20-х россия оставалась в развитии от стран западные среднем на 50 100 лет мы должны были сделать рывок волевой шаг вперед чтобы вытащить страну из-за разрухи этот шаг был продуман и решительно сделан правительством ссср это самый смелый эксперимент какой когда-либо был известен истории только россия способна совершить такое именно тогда впервые заговорили о магнитке кузнецке криворожье и не только заговори в двадцать седьмом году состоялся съезд пятнадцатый съезд в кпб на котором были предложены директивы партии по реализации первой пятилетного плана с двадцать восьмого по тридцать второй год задачами первой пятилетки стало построение фундамента социалистической экономии и укрепление обороны способности страны ударная бригада социалистическое соревнование встречный промфин план эти слова еще не попали в словари но в жизнь они вошли прочно и не сходили с уст партия призвала за парты и книги 50 миллионов человек днем за станком вечером низко склонялись головы над книгами по объему промышленного производства ссср вышла на второе место был совершен огромный индустриальный рывок страна получила тяжелую промышленность которая в том числе позволил выиграть великую отечественную войну а сейчас давайте вернемся в реальное время и посмотрим на данный знак данный знак у нас называется ударник за соц соревнования пятилетка в четыре года образец 30-е года это является редким знаком как вы видите на интернет площадках данный знак стоит хороших денег начинается от 1000 рублей это самого плохого сохрана и может достигать даже шести семи тысяч рублей но это если сохран очень очень хороший ну а сейчас продолжаем возвращаемся на коп итак ребят у меня был сигнал сигнал какой-то странный тем что сначала был потом пропал потом визуально я увидел вот вот круга лежит с вами берем и смотрим это монета с ссср две копеечки 69 года сигнал есть ну я его кое-как выцепил ребят проходил мимо ямки старый и сигнал был четкий и вот из этой ямки которая была старая выпала такая вот монета монета с ссср прям действительно как золото партия блестит как и не знаю что пятьдесят второго года даже чистить не надо сохранчик суперский лежит в черноземе так что сохран замечательно морожу я вот под таким вот кустам вот и нашел вот такой вот колокольчик смотрел я видео все находят колокольчики мне почему-то не попадаются ну вот и у меня колокольчик попался вот такой вот ладно металл конечно какой-то странный какой-то он белый обычно медный а это белый вы видите ладно почистим разберемся вот смотрю я на эту красоту а удача была так рядом он пустой к сожалению а было бы замечательно ладно прошел мимо кладик ребят не мог мимо этого пройти слове лови красиво поет ну ладно мы не за этим пришли очередная находка и снова под кустом сегодня мне просто прет различного рода шмурдяка но шмурдяк довольно таки красивый с узором это какая-то наверное накладка была или что-то в этом роде может ремень не знаю но вот такого образца шмурдячок мне сегодня прет ладно у меня еще немножко времени есть если что будет обязательно покажу так у меня находка наверное это последнее гонял я ее наверное минут 10 со стороны в сторону это у нас 3 копеечки 3 копейки 57 года считай одну яму уэрл там и погнал ее до сюда вот сохранчик бодрый земля чернозем и сохранчик вообще суперский ладно не будем терять время может еще будут находки прошло и минуты не успел даже ямки закопать оказывается я гонял не то что нужно выкопал яму здесь думал что погнал монету сюда здесь вот нашел трешечку и вот у нас еще одна монетка это у нас 2 копеечки та была 57 а это у нас тоже 57 года возможно здесь рассыпуха ладно смотрим сейчас я здесь еще прозвоню в москве я думаю не знаю не знаю как но так вот 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 вот